Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут мы вам расскажем. Карагандинцы отметили День единства народа Казахстана массовыми гуляниями. Карагандинец подарил вторую жизнь ретро-мотоциклу. Школьницы завоевали три золота на седьмой международной олимпиаде юных ученых в Грузии. Карагандинцы массово отметили День единства народа Казахстана. В шествии приняли участие более 11 тысяч граждан. В парадных колоннах по центральному проспекту Бухаржирау прошли представители этнокультурных объединений, трудовых коллективов, общественности, молодежь и спортсмены. На гуляниях побывали наши корреспонденты. На улицах города столпотворение. От здания Миттлстил к площади независимости прошли более 10 колонн. В шествии приняли участие руководство города и области, работники бюджетных организаций, студенты и представители этнокультурных центров. Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с нашим праздником единства. Желаю мирного неба над головой, дружбы. У нас очень многонациональная страна. Единство, дружба, здоровье. Нашему Казахстану желаю только процветания, добра, чтобы всегда было все хорошо и наш Казахстан оставался всегда таким же светлым и добрым. Мы поздравляем всех карагандинцев с первым маем. Мы желаем здоровья всем и процветания нашей стране и всем людям. С первым маем горожан поздравил глава региона Бауржан Абдишев. Уважаемые карагандинцы, дорогие земляки, гости города. Искренне от всей души разрешите поздравить вас с праздником народа Казахстана. Этот замечательный и знаковый для всех казахстанцев праздник олицетворяет наше единение, дружбу и братство. Аким области вручил награды Ассамблеи народа Казахстана. За значительный вклад в укрепление национального единства, развитие межкультурного диалога и казахстанского патриотизма, нагрудных знаков были удостоены представители областной ассамблеи, общественного фонда и ветераны труда. На главной площади города перед карагандинцами выступили знаменитые казахстанские исполнители Беркут и Дельнас Ахмадиева. После шествия глава региона посетил выставки этнокультурных объединений, беседовал с их представителями. В это же время концертные программы прошли и в домах культуры, молодежной, железнодорожников и нового Майкудука. Марат Культенов, 1-й карагандинский. Карагандинец подарил вторую жизнь ретро-мотоциклу. Впервые опробовал свой новенький старый мотоцикл Владимир Адюкин, известный в Караганде автогонщик и заядлый картингист. Шесть лет труда и старой кучей ржавого железа получился сверкающий мотоцикл BMW 1951 года выпуска. Сергей Высокосов своими глазами увидел техно-шедевр. Довольно стрякачам мотоцикл под управлением его создателя, или вернее воссоздателя Владимира Адюкина, выписывает восьмерки. Завелся с первого раза, что немаловажно. Тем, кто до иступления влюблен в машины, понятна эйфория от первой поездки. Я даже не хотел бы, чтобы вы меня в этот момент видели. Я чувствую себя как будто мне 15 лет. Только буйная фантазия могла заставить шесть лет назад поверить, что из этого может получиться хоть что-то напоминающее хотя бы велосипед. Да и сам Владимир только присматривался к своему будущему детищу. То есть это не было шестью годами непрерывной работы. Все было в основном по настроению. А чистая работа где-то около полугода заняла. Правда, разочарований хватило на все шесть лет. Только белые полоски выкладывались с помощью бумажного скотча две недели. Надо было соблюсти все параметры до миллиметра. Специалисты, которые должны были красить мотоцикл, забраковали весь труд. Работа встала на год. Все, я не мог успокоиться. Но кто знал, ведь массовая модель F-35 BMW выпускалась с 1937 по 1940 годы в Германии. Война потребовала более мощных мотоциклов. Послевоенный раздел оставил завод по производству мотоциклов в ГДР в городе Ойзенах. И на нем возобновилось его производство. Оттуда и этот мотоцикл. Настоящая, овеществленная история целой эпохи. Все меняется. Только Виктор Адюкин за эти шесть лет не изменил своему спортивному пристрастию. Готовы стать дедушкой. Единственное, что я знаю. Самое главное. Самая главная семья. А в спорте все продолжается. Я, как раньше, участвую в гонках. В картинге. В ралли немножко штурманом. Взять у меня пилот. В ледовой гонке в Караганде сейчас взяли инициативу на себя молодое поколение проводит гонки. И я тоже там участвую. И как пилот, и как штурман. Ну, в общем-то, продолжать. Все, с чего я начинал, тем и занимаюсь. Красивый человек на красивой машине, восстановленной собственными руками, вольно или невольно, делает мир интереснее и прекраснее. Сергей Высокозов, Евгений Аванасьев. Первый. Карагандинский. Принесся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. В Карагандинском государственном университете имени Букетова в очередной раз прошел фестиваль народного творчества «Мы один народ, мы одна страна», приуроченный ко Дню Единства народов Казахстана. Более сотни участников студентов вуза показали национальные обычаи традиции этносов, проживающих на территории нашей страны. Фестиваль студенческой молодежи стал уже традиционным. Этносы для представления участники выбирали сами. Зрители могли познакомиться с культурой украинцев, китайцев, узбеков, евреев и многих других национальностей. Команды поддержали областные этнокультурные объединения, которые предоставили всю необходимую информацию, поделились рецептами национальных блюд и костюмами. Фестиваль ежегодно набирает свои силы, у нас больше и больше студентов принимают в нем участие. И этот фестиваль мы ежегодно проводим с секретариатом Малой Ассамблей народа Казахстана. Хотим им выразить благодарность за то, что они ежегодно с нами сотрудничают в течение всего учебного года. И, конечно же, они нам очень много помогают в рамках нашей деятельности Междунационального культурного центра. В КАРГУ уже более 10 лет функционирует данный национальный культурный центр. К примеру, профессионально-художественный факультет сегодня представляет народность Румынии. Студентам тема близка по духу. Многие из них занимаются в Румынском этнокультурном центре. Потому перевоплотиться в румынов не составило труда. От фестиваля мы ждем успеха, что мы сможем проявить все свои таланты, качества, которые приобрели во время изучения данной народности, языка, культуры. Также одели свои костюмы, представили флаг, герб, все атрибуты своей народности. Жюри оценивало приготовленные участниками блюда национальной кухни, знания государственных символов Казахстана, а также традиции и обычаи разных народов. По итогам фестиваля проигравших не оказалось. Все команды получили номинации и призы от организаторов. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Гултенов, Первый Карагандинский. Карагандинские школьники завоевали три золота на 7-й Международной Олимпиаде юных ученых-изобретателей в Грузии, участие в которой приняли старшеклассники из 50 стран мира. Казахстан представляли три учащихся школы-интерната имени Нурмакова. Состязания проходили в области математики, биологии, физики, компьютерных технологий и новых изобретений. Одиннадцатиклассники школы-интерната для одаренных детей имени Нурмакова Ольга Денисова, Айжан Ашим и Мадина Шумбулова представили проект по математике, который по итогам стал лучшим. Из Тбилиси на родину школьницы привезли три золотые медали. Победа на Олимпиаде автоматически освобождает юных карагандинок от сдачи ЕНТ. Ну, прошло хорошо, нам очень понравилось, было очень интересно. Конечно, было трудно, но у нас получилось, мы справились, спасибо. Соперники были сильные, но мы этого и ожидали, мы понимали, на что мы идем и куда мы идем. К другим новостям. Две девочки утонули в овраге в Карагандинской области, сообщает пресс-служба ДВД региона. Трагедия произошла 30 апреля в селе Аккоребу Харжираусского района. В 300 метрах от жилого дома в овраге, наполненном талыми водами, утонули шестилетние и семилетние девочки. Тела девочек извлечены из воды, проводится доследственная проверка. Двухлетняя девочка разбилась, выпав из движущейся машины. Это произошло днем 30 апреля в Караганде по улице Мамраева. Было установлено, что автомобилем RAV4 управляла мама девочки. Двери автомашины были не заблокированы, вследствие чего ребенок приоткрыл дверь и выпал на проезжую часть. Девочка была доставлена в карете скорой помощи в городскую больницу номер один, где от полученных травм скончалась. Война устами подростков. Накануне празднования Дня Победы карагандинцам была представлена новая книга о ветеранах Великой Отечественной войны. Ее особенность в том, что она была написана ребятами из детско-подростковых клубов со слов участников исторических событий. Зал кинотеатра «Сарыжа» и «Ляу» торжественен. Здесь собрались и юные биографы из детско-подростковых клубов, и сами рассказчики-ветераны и общественность Караганды. «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». Идея написать книгу о великом подвиге народа в годы Отечественной войны с фашизмом, но написать рассказы детей о ветеранах, а книга так и называется, родилась не сразу. Проект начал реализовываться с 2011 года. На базе стадиона «Шахтер» была создана сеть детско-подростковых клубов, в которых занимается более трех тысяч школьников. Для них это стало настоящим открытием. О той войне считается уже сказано достаточно, но современные подростки, оказалось, так мало о ней знают, что каждая встреча с ветеранами войны и тыла для них становилась настоящим откровением. Сегодня, когда самым молодым участникам войны с фашизмом хорошо за 80, их свидетельства бесценны, их откровения западают в душу и не оставляют равнодушными ни одного слушателя. Эмоциональный ребячий всплеск и запечатлен в книге «Рассказы ветеранов словами детей». Ну, ребята сказали о том, что книга будет, это память. Ну, пусть она остается памятью, очень долго жить. Ребятам рассказывать сначала, потому что я о своей жизни рассказала. Наше поколение в прошлом экиптере пережило очень много трагедий. Самая страшная трагедия в Великой Отечественной войне – война в Афганистане, страшные войны в Чечне, взрывы на атомной терноборной станции. Но в этих сражениях погибло очень много наших советских солдат и офицеров. Пусть будет им вечная память, а живым будет вечная слава. Да, о Великой войне и победе написано немало, но это особая книга. В ней мысли участников тех страшных событий переплетаются с детской наивной восприимчивостью и дают потрясающий результат. Это не художественная литература, написанная острым первым профессионала. Рассказы книги – как натянутая струна. Они заставляют задуматься, кто мы есть сегодня. С какой высотки оцениваем происходящее вокруг нас событие. Большое видится издалека, но юные собиратели военных историй помогают разглядеть очень важные детали и ощущения. Рассказы детей о ветеранах – книга о карагандинцах, наших соотечественниках, которые защитили и приблизили наш сегодняшний день. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Финпол предотвратил расхищение бюджетных средств в сфере госзакупок. Областное управление координацией занятостей и социальных программ собирало закуподительное топливо по завышенной цене. В феврале должностные лица управления проводили прием заявок на участие в конкурсе по закупу зимнего дизельного топлива для автоматизированной системы отопления психоневрологического медико-социального учреждения номер один. Приобрести собирались 196 тысяч литров по 120 тенге за литр. В то время как при автоматизированной системе отопления можно использовать летнее дизельное топливо, которое на порядок дешевле – литр 90 тенге. Экономия бюджетных средств была бы не менее существенная – более 6,5 миллионов тенге, говорят в финполиции. По данному факту департаментом финансовой полиции направлено в указанное государственное учреждение представление об устранении причин и условий, способствующих совершению коррупционного правонарушения. В настоящее время решается вопрос о снижении планируемой цены путем закупа более дешевого межсезонного дизельного топлива. Мы продолжаем выпуск. Монополисты отчитались перед народом. Компания «Теплотранзит Караганда» провела встречу с населением города, где руководитель компании-услугодателя подробно рассказал о своей деятельности за 2012 год. Такие отчеты, согласно правилам работы естественных монополий, должны проводиться ежегодно. Объем оказываемых услуг в 2012 году по транспортировке и распределению тепловой энергии превысил утвержденную норму на 3,5 тысячи гекокалорий. Для потребителя это хорошо. Всю зиму в помещении стояла стабильная температура, превышающая 18 градусов тепла. Причины превышения затрат свыше допустимого уровня кроются и в повышении стоимости необходимых материалов для бесперебойной эксплуатации тепловых сетей. Это и химические реагенты, автомашины, запчасти, аварийный запас, покупная вода, горюче-смазочные материалы, электроэнергия. Увеличились затраты на оплату труда основного и вспомогательного состава персонала на 17%. Еще ряд затрат превысил установленные нормы. Все это вызвало необходимостью повышения качества предоставляемой услуги потребителю. В целом увеличение общих затрат ТО «Теплотранзит Караганда» на оказание услуг по транспортировке и распределению тепловой энергии повысились на 3%. Есть просто проходки недовольные, но есть, тем не менее, позитив в плане теплоснабжения. Культура повышается. Каждое лето наши сотрудники вместе с районными эгематами проходят по жилому сектору, заставляя правильно готовить дома, правильно оформлять документацию, получать акт стопроцентной готовности. Потом этот дом, по крайней мере, под гарантией нашей наладки находится в течение всего года. Чтобы снизить затраты и потери тепловой энергии, предполагается повсеместная установка счетчиков потребляемой тепловой энергии. Эта процедура уже начата во многих городах Казахстана. Решается вопрос, за счет каких средств будет проводиться эта работа. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Информационно-пропагандистская группа провела разъяснительную работу по посланию президента для жителей поселка Агадырь. Кроме этого, Департамент юстиции в преддверии Дня Победы организовали акцию для пожилых людей. Подробнее далее. На встрече зачитывались доклады начальников отделов о юридических услугах. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся аттестации должностных лиц и новшеств в Кодексе о браке и семье. Жители поселка Агадырь активно задавали вопросы, на которые были даны конкретные ответы. Конечно, наболевших вопросов очень много. Народ всегда недовольный. Даже простейшие свои вопросы, квартирный вопрос, земельный вопрос не могут решить. А сегодня уже полноценные вопросы все получили. В Карагандинском санатории номер два более 50 ветеранов Великой Отечественной войны инвалидов принимают все необходимые оздоровительные процедуры. В преддверии праздника пожилые люди получили бесплатную консультацию по правовым вопросам. Не всегда к нам приезжают люди со всех районов, с отдаленных сел, с отдаленных поселков, где не всегда они могут получить такую консультацию, как сегодня мы организовали вот эту акцию совместно с департаментом. Шахтерская столица славится множеством крупнейших предприятий, которые играют большую роль в развитии нашей страны. К ним относится и компания «Сантехпром», которая занимается производством санитарно-технической продукции. Сегодня этому предприятию 15 лет, и за это время компания обрела всемирную известность. Во главе этого предприятия Владимир Кручков. Мужчина рассказывает, что предприятие было образовано в советское время, а после развала СССР компания переживала не лучшие времена. Однако, благодаря сплоченной работе, все-таки удалось вновь поставить на ноги крупный завод страны. Сегодня «Сантехпром» наращивает темпы производства. Владимир Кручков – патриот страны, преданный своей работе. Казахстан дал бизнесмену все возможности для развития своего предприятия. Он также уверен, что качество продукции зависит от каждого сотрудника «Сантехпром». Я думаю, что каждый человек, который на своем месте выполняет те поставленные задачи, которые являются членом этого общества, который болеет и переживает за те проблемы, которые существуют в нашей стране, и пытается как-то помогать их решать, я думаю, что он может себя говорить о том, что он патриот. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Дебютант ВХЛ, победитель регулярного чемпионата и финалист Кубка Братины, карагандинская Сарарка, уступила право поднять над головой заветный трофей действующему обладателю Кубка Нефтекамскому Торосу. Традиционный аншлаг не вызывал сомнения, и более 5000 человек заняли все возможные места на трибунах, балконах и лестницах ледового. С первой минуты уже полностью изучившие друг друга команды ринулись искать счастье у ворот соперника. В этом матче как никогда сказывался характер игроков, ведь именно силы закончились еще пару матчей назад. Сейчас играла воля, характер и опыт. Во всем, кроме последнего, Сарочка не уступала нефтекамцам. Именно опыт выступления в таких матчах помог сохранить Торосу 19-килограммовый трофей в своем музее еще минимум на год. Сергей Сентюрин и дважды Артем Гореев поражали ворота Франскевича и Ковача. Серия была очень тяжелая. Практически мы в шестом матче играли в три пятерки и выложились полностью. Очень много играло травмированных. К концу чемпионата у нас не хватило, скажем, троих-четверых игроков. Поэтому в финальной серии, в финальной игре мы оказались немножко слабее. Отдавшие все силы в предыдущей игре, караганицы не смогли удивить правильно распределивших силы гостей и проиграли финал. Но сезон Сарарка закончилась гордо поднятой головой. Вы знаете, я скажу так. Сколько Бог дал, столько мы и взяли. А взяли мы немало. Если начинать изначально, международный кубок взяли, кубок Кальмара. 23 победы восстановили рекорд и кубок регулярного чемпионата. Я считаю, что это для первого года выступления в высшей хоккейной лиге хоккейного клуба Сарарки это очень много. Итоги сезона подвел один из тех, кто непосредственно занимался комплектацией великолепного тренерского состава. Директор хоккейного клуба Сарарка Аргун Нигматуллин. Я считаю, что сегодня нельзя говорить о том, что сезон не удался. Сегодня большой хоккей пришел в Караганду. И это будет большим толчком и развитием для того, чтобы мы могли развивать наш хоккей. И я считаю, что сегодняшний проигрыш это просто показывает о том, что караганинская школа была и будет существовать в хоккее. И мы будем развиваться дальше. Успехи наши впереди. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сао Бонздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова